Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Экиф, которая продолжает рассказ о пребывании нашего народа в пустыне. Основное ее содержание – это повторное изложение событий прошлого и подведение итогов на будущее. Наш раздел подробно повествует о создании Золотого Тельца и прочих греков народа в пустыне. В последующих разделах Маше Робейну перейдет к изложению заповедей, то есть законов. Некоторые из них будут приведены впервые, а иные будут повторены с разными добавлениями. Понятно, почему Маше Робейну это рассказывает. Многие из событий, о которых идет речь, произошли в первый и второй год после выхода из Египта. Большинство его слушателей вряд ли были хорошо осведомлены об этом. Аудитория Маше – это новое поколение, которому суждено вступить в страну обетованную. Египет для них – это давнее детское воспоминание или история их родителей. Но вернемся к тексту Торы. В нашей главе, в главе седьмой написано «И будет у него любовь к тебе, и даст он браху, благословление, и возвелит он тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей». Три обещания – любовь, благословление и величие. Какой смысл заключен в них на самом деле? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что Маше прокладывает им путь, который отныне будет быстрым и прямым, и приведет их в страну Израиля. Однако пока что эти люди словно зависли между смутным прошлым и многообещающим, но неопределенным будущим. Стоянка на восточном берегу реки Иордана перед предстоящим вступлением в страну Израиля и войной с населяющими ее народами – это в сущности продолжение неопределенного существования пустыни. Наш народ по-прежнему сплочен, пребывает в едином лагере, питается манной небесной. Только вступление в страну Израиля сделает их мир более нормальным. Правда, первые этапы их входа в страну сопровождаются явными чудесами, но постепенно разворачиваются военные и политические процессы, которые в основе своей носят естественный характер. Вся речь Моше Робейну в книге «Дворим» и в особенности «Наш раздел» является собой смесь разнородных элементов. Моше во всех деталях вспоминает о прошлых грехах народа Израиля, но скупится и на слова поддержки, уверяя, что, несмотря на все грехи народа, творец заботится о нем и не оставит его на волю случая. Подробно рассказывая в ужасах пустыни, он, Моше Робейну, делает акцент на его помощи и защите. Сетуя на грехи, он неизменно напоминает и о прощении. То же самое относится и к грядущему. Предвестие великого будущего сопровождается многочисленными предостережениями. Итак, «И будет у него любовь к тебе». Слово «любовь» в Торе чаще всего означает духовную близость, единство. На иврите слово «агава» — «любовь» и «ехат» — «один» имеет одно и то же числовое значение — «тринадцать». Напомним, каждая буква в иврите имеет свое числовое значение, а потому числовые значения имеют и слова. Соблюдение заповедей «жизнь» по законам приводит к единению с Творцом. Это гарантировано, дорогие друзья. Слово «благословление» понимается как духовный механизм, увеличивающий добро в мире. Сам факт, что Всевышний благословил нас и плоды наши, означает, что наши дела улучшают наш мир. Соблюдение правил нашей жизни гарантирует, что действия человека и всего народа улучшают мир, пойдут всем на пользу. Тора — это инструкция, как существовать в нашем мире в гармонии. Если ты прилагаешь усилия, чтобы правильно связать себя с окружающим миром, в основном с окружающим социумом, то есть людьми, тогда в каждый момент ты будешь чувствовать благо, исходящее из этой сферы абсолютной любви. Все наше развитие идет к тому, чтобы привести к состоянию, когда в своей повышенной чувствительности мы начнем ощущать малейшее отклонение от равновесия в системе мироздания. Когда ощущение связи со окружающей нас внешней управляющей сферой Творцом станет настолько тонким, насколько четким, что незначительное нарушение гармонии между нами будет вызывать в нас тревогу и даже боль. Мы будем стремиться, дорогие друзья, постоянно находиться в сближении, в отдаче и любви, и тогда действительно войдем в резонанс с высшей силой нашей природы. Земля, Эритс, как мы уже говорили, это желание, рацион, Исраэль, Яшарэль, вот Акель, направленное прямо к Творцу. Таким образом, высшая сила будет проявляться во всех наших желаниях, а границы, указанные в Торе, даются конкретно для того источника, через который в мир пройдет высшая сила и разольется по всему миру. Мы находимся в совершенной, полностью сбалансированной системе, но сами постоянно меняемся, изменяется наше желание, растет, так сказать, эгоизм. Эти внутренние побуждения, а также любые жизненные ситуации мы должны в каждый момент времени уравновесить с внешней сферой, с окружающим нас законом равновесия. Если мы, дорогие друзья, этого не делаем, то вызываем на себя воздействие отрицательных сил, которые воспринимаем как наказание. Если же мы пытаемся правильно связать себя с окружающим миром, а главное, с окружающим нас обществом, то тогда в каждый момент времени будем ощущать все большее благо. Этого и нам всем и желаю. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шаббат шалом. Ваш Равин Каплан. Шаббат шалом. 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 Продолжение следует...